На выходных Юлия Баркова пишет картины и воспитывает дочь. Но все меняется, когда она надевает форму. Юлий приходится иметь дело с настоящими преступниками. Однажды вместе с напарницей лейтенант задержала вора. Он украл у женщины телефоны, деньги, пока так упалась в Волге. Преступник пытался продать украденное потерпевшее, и вот тут-то его и повязали. С укрытия трансформаторные будки наблюдали. Подошел к ней молодой человек с телефоном в руках и сигнальным обозначением. Она нам дала понять, что все можно. И мы выдвинулись с напарницей, задержали его, составили необходимые документы и доставили в территориальный отдел полиции. Юлия Баркова изучала приемы рукопашного боя в полиции, владеет ими в совершенстве. Сейчас мы вам это продемонстрируем. Свободная рука в сторону. Утро в полку ППС начинается здесь, прямо на плацу. Сотрудники строятся в ровную шеренгу, проходят инструктаж, отрабатывают приемы рукопашного боя и разъезжаются по маршрутам патрулирования. На одном из таких маршрутов мы сейчас с вами и побываем. Садимся в патрульный автомобиль. Поступает сообщение от дежурной части, выезжаем незамедлительно на вызов по преступлению. Также в случае выявления административного правонарушения, допустим, распития алкогольной продукции, мы останавливаемся, подходим, представляемся, объясняем гражданину суть его правонарушения и составляем необходимый административный материал. Заезжаем во дворы Октябрьского района и видим подозрительного гражданина, который находится рядом с автомобилями. Сейчас сотрудники полиции проверят у него документы. Человек в розыске не числится. Приняли, спасибо. Всего доброго. Спасибо. На этот раз все закончилось благополучно, но порой бывает и так, что хрупким, на первый взгляд, девушкам лично приходится задерживать опасных преступников. Родные и близкие, конечно, переживают, но в выборе профессии Юлию поддерживают. Тем более ее вторая половина тоже в погонах. Муж у меня тоже в системе МВД, поэтому у нас как бы такая семья полицейских. Он все понимает, знает, ну и, конечно, если приходится выезжать на какие-то мероприятия, он переживает. Коллектив телеканала «Самара ГИС» поздравляет всех девушек-полицейских с Международным женским днем. Но, несмотря на праздник, некоторые из них все равно выйдут на службу в этот прекрасный весенний день. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События.